коллеги всех приветствую вы находитесь на канале корр инвест меня зовут дмитрий здесь мы проводим технический разбор акций по методу волнового анализа традиционном начале недели мы смотрим на лидеров роста или падения на прошлой неделе у нас были лидеры роста и хотя в целом рынок растущий и зеленым у нас покрашена большая часть карты но сегодня мы рассмотрим лидеров падения перед тем как начать сразу сделал анонс что мы зафиксировали часть прибыли павла роса те кто внимательно следят за нашими каналами в вконтакте и на телеграме подписаны наши группы уже знают об этом можете туда зайти и посмотреть подробности а сегодня мы рассмотрим такие компании как тинькофф за неделю потерял более 3 процентов также сегодня рассмотрим привилегированные акции мечела ваш нефти группа компании самолет и также рассмотрим яндекс так давайте начнем обзор сегодняшний из котировок яндекса не так давно была оглашена процедура обмена акции иностранных яндекс энди на российские все эти подробности были опубликованы тот день была некоторая волатильность но от максимумов которые показали в тот день мы скорее сейчас тихонечко отходим мы находимся на уровне поддержки ближайших и скажу сразу что наша раскладка abc причем c у нас расширяющийся диагональ по большому счету все цели этого движения уже выполнены и в любой момент может наступить более глубокая коррекция все что нам требуется в данный момент это то чтобы было уверенно пробита наклонная мы уже какую-то попытку этого пробоя наблюдаем как раз вот сегодня у нас снижение более чем на два процента есть 2,6 мы в моменте видим потери если мы также закрываемся то скорее всего плюс-минус отсюда можно считать что волна c завершена и можно уже примерно отмерять цели для дальнейшего коррекционного снижения следующую компанию который сегодня рассмотрим это группа компании самолет фундаментально у компании все складывается достаточно неплохо она развивает свои направления в сфере ипотеки в сфере цифрового бизнеса по сравнению с коллегами lsr пик ближайший который есть на рынке по многим параметрам она даже их опережает хотя технически все смотрится не так радужно мы видели вот если нашу раскладку посмотреть 5-волновые движения в рамках волны а коррекционную b и возможное начало волны c мы уже опустились ниже 200-дневной скользящей выбились из канала пробили 200-дневную оттестировали низ этого канала уже снизу также не смогли вернуться в него пошли ниже ну то есть технически все выглядит что котировки будут ниже у нас есть небольшая позиция в данных бумагах портфеля будем смотреть наблюдать как бы дальнейшем развиваться события доля не совсем небольшая интересно вот ваше мнение что вы ждете от самолета какие мысли держите ли вы его все в портфеле если есть какие-то мысли пишите в комментариях технически же еще раз повторюсь здесь скорее все выглядит на то что мы можем опуститься вот как минимум на 2 600 это вот как раз этот торговка который наблюдал сначала двадцать третьего года вот поэтому не исключаю что мы снизимся до уровня волны а то есть здесь может быть вариации самые разные поэтому наблюдаем и будем держать с курсе что будет происходить дальнейшем следующую компанию который сейчас рассмотрим это компания башнефти привилегированы преф и башнефти согласно нашему сценарию двигаются в рамках импульсного канала и вот-вот могут этот канал пробить вниз в целом мы уже выполнили все цели эти волновки вот этой которую видели 1 2 3 4 5 это развитие третьей волны что 1 2 большая была сейчас 3 завершилась скорее всего плюс-минус она завершится где-то здесь есть такие подозрения и опять же для того чтобы зафиксировать уверенно мы должны пробить линию тренда последний вот это 5 волны то есть мы уже находимся рядышком на этих значениях точно так же как мы на прошлой неделе рассказывали о том что в акциях сургут нефтегаза ситуация очень близка к развороту и это подтвердилось дальнейшими движениями точно также и здесь мы предупреждаем что скорее всего движение нисходящее в бумагах башнефти может быть вот-вот наступить но и вот более полутора процентов бумаги теряет сегодня одни из лидеров снижения на прошедших нескольких торговых сессиях были поэтому думаю что движение вниз вполне себе может усилиться мы скорее всего опустимся ниже 2000 рублей за одну бумагу из достаточно высокой доли вероятности можем протестировать не за четвертой волны то есть 1300 плюс минус в район даже сходить поэтому посмотрим от текущих отметок это весьма приличное снижение поэтому будем наблюдать и что к этому привести пока так тяжело сказать но возможно что какая-то коррекция в ценах на нефть или еще какие-то события к этому могут сподвигнуть котировки данной компании по башнефти префам мы здесь картинку посмотрели тем кому интересно акции обыкновенные акции башнефти заходите на наш сайт смотрите разволновку у нас на сайте следующую компанию который сейчас рассмотрим это компания мечел также акции привилегированы преф и мечела сейчас достаточно длительное время корректируется можно сказать с начала февраля этого года движение исходящее скорее преобладает мы очевидно пробили тренд который наблюдался в рамках пятой волны поэтому можно сказать что вот это вот пяти волновка завершена что пятого нас пробита она и вся эта вот пяти волновка можно сказать уже зафиксирована сейчас мы наблюдаем развитие коррекционной стадии здесь у нас был полноценный импульс первая вторая третья четвертая четвертая не не пересекла верхушки 1 5 волна в обычке движения были несколько и на и иные раскладка по обычным обыкновенным акциям мечел смотрите у нас на сайте но что касается префов здесь скорее все тоже мы уже начинаем формировать коррекционную формацию в какой форме это будет точно сейчас прям сказать пока затруднительно но либо это будет зигзаг либо будет плоскость либо треугольных здесь любой из этих вариантов вполне себе возможен поэтому будем смотреть за развитием событий по этой бумаге и держать вас в курсе подписывайтесь на наши каналы чтобы оставаться на связи ну и завершение сегодняшнего обзора давайте посмотрим на банк тинькофф какая из групп также на неделе они были одни из лидеров снижения хотя на графике это снижение собственно говоря даже под микроскопом не разглядеть о нашей базовой разметки мы можем видеть движение в рамках треугольника и честно говоря это движение тут может быть более сжатым то есть я не исключаю что волна c уже можно было зафиксировано здесь небольшое движение в рамках волны d следующая и волна е ну плюс-минус могла уже закончиться то есть не исключено что вот этот треугольник в таком формате мог уже завершиться плюс-минус здесь поэтому тут надо смотреть внимательно последние волны гораздо короче чем первые две в общем в целом мы ждем завершение вот этой консолидации в достаточно узком на таком зажатой пружины диапазоне и чем дольше мы находимся в этом узком диапазоне тем речи и сильнее будет движение после выхода из этого диапазона первоначально мы значит планируем что движение будет восходящем направлении в целом фундаментально все у банка складывается неплохо недавно была опубликована отчетность больше 30 процентов рост чистой прибыли то есть все в целом у банка складывается хорошо в частности надо сказать что и у остальных банков целом все выглядит неплохо особенно у сбера как будто не было по группе тиньков здесь мы остаемся вблизи хороших уровней поддержки мощная зона накопления здесь видны всплески объемов неплохие в целом при выходе выше 3 400 можно уже более уверенно говорить что прорыв в направлении развития пятой волны произошел и уже можно будет отмерять одинами по динамике цели этого движения с конкретными цифрами на сегодня у нас все всем хорошей рабочей недели и на связи